19 июня на сцене Казахского государственного академического музыкально-драматического театра имени Куанжбаева будет представлен спектакль «Сенышин». На сцене театра «Жас Сахна» будет представлен спектакль «Служанки» постановки молодого талантливого режиссера Володпека Нургалиева. Эта драма не оставит равнодушным ни одного зрителя. В Казахском государственном академическом театре для детей и юношества имени Мусрепова вас ждет премьера – пьеса «Иран Гаипа» и «Стайден Курлана». Приходите и оцените новый спектакль по достоинству. Вечер камерной музыки состоится в Казахской государственной филармонии имени Жамбыла. Солисты – отдельный Сипаев фортепиано и Еркен Мурзагалиев – скрипка. В программе концерта прозвучат классические произведения европейских композиторов. Премьера на сцене Казахского государственного академического театра драмы имени Ауэзова – спектакль по произведению Дулата Исабекова «Ютпесе Махжан Болама». Приходите и оцените новую постановку режиссера Орасхана Кенебаева. В Государственном академическом русском театре драмы имени Лермонтова будет представлена комедия «Семейный портрет с посторонним». Все мы ищем счастья, любви, понимания, надеемся на встречу с яркими и интересными людьми, а они оказываются рядом с нами. Нужно только суметь разглядеть их в суете и суматохе жизни. Вот об этом умении видеть прекрасное в привычном и расскажет нам этот спектакль. «Семейный портрет с посторонним» идет уже на сцене Лермонтовского театра больше 20 лет. Это хорошая, очень добрая комедия. Мне кажется, долголетие этой комедии говорит само за себя. «Быть или не быть – вот в чем вопрос». Наверняка эти классические строки знакомы всем. В Жамбылском областном русском драматическом театре вас ждет премьера – одна из самых знаменитых трагедий Шекспира «Гамлет». На сцене Жамбылского областного русского драматического театра юные зрители смогут увидеть сказку «Приключения красной шапочки». Подарите радость вашим детям от встречи с любимыми героями. Спектакль «Золушка» или «Дело вовсе не в туфельке» пройдет в Восточно-казахстанском областном драматическом театре имени Жамбыла. В этой музыкальной и красочной пьесе вас ждет встреча с прелестной Золушкой, феей-волшебницей и, конечно же, принцем. Не останутся без внимания и юные зрители Павлодарского областного казахского музыкально-драматического театра имени Аймаутова. Здесь 19 июня в 10.00 и в 12.00 малышей и родителей ждет удивительная сказка «Похищение луковицы». Юные зрители Государственного русского драматического театра имени Достоевского, этим прекрасным летним днем насладитесь сказкой «Волшебная хлопушка». 18 и 19 июня в Кастанайской областной филармонии имени Умурзакова состоится концерт Государственного квинтета деревянных духовых инструментов под руководством заслуженного деятеля Республики Казахстан, лауреата международных конкурсов Жаната Ерманова. Солист – народный артист Республики Казахстан, лауреат Государственной премии Республики Казахстан Нургали Нуседжанов. В программе прозвучат произведения казахстанских и европейских композиторов. Премьера на сцене Карагандинского областного казахского драматического театра имени Сейфулина. Вас ждет наполненный драматизмом спектакль по одному из самых знаменитых произведений Шекспира «Король лир». Приходите и по достоинству оцените новую постановку. Дорогие юные зрители, Карагандинский областной казахский драматический театр имени Сейфулина приглашает вас на музыкальную сказку с участием ростовых кукол «Свистать всех наверх». Выставка «Шедевры из коллекции» проходит в Музее современного искусства Астаны. В экспозиции представлены 52 произведения искусства, созданные с 1900 по 2009 годы художниками ближнего зарубежья. Здесь и жанровые картины, и портреты, и пейзажи, и натюрморты, а также различные тематические композиции. Выставка «Шедевры из коллекции» станет завершающей экспозицией в работе Музея современного искусства. Затем уникальная коллекция, имеющая большую художественную и историческую ценность, будет передана в новую картинную галерею Астана. Продолжение следует...